19 июля 2011 года в Екатеринбурге был арестован полковник Леонид Хабаров. Сегодня мы беседуем с его бывшим сослуживцем по ВДВ, а ныне адвокатом Московской коллегии адвокатов Сергеем Кухаренко. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что инкриминирует Леониду Хабарову? Леониду Хабарову инкриминируют особо тяжкие статьи, как подготовка к вооруженному мятежу с целью насильственного свержения государственной власти. А он готовил? Я в этом глубоко сомневаюсь, зная его личность как честного, взвешенного, умного, бескомпромиссного офицера, начиная с лейтенантских лет, даже начиная с службы рядовым в воздушно-незадных войсках, и заканчивая последнего должностью ректора Уральского института военного образования, в котором он готовил молодежь для специальных подразделений вооруженных сил. Я полагаю, что всему виной обстановка, сложившаяся вообще в целом вокруг офицеров нашей армии, как служащих, так и находящихся в запасе, которые высказывали и высказывали критическую оценку событиям в стране общеполитическим, а также вопросам военного строительства, которые в то время курировал наш министр, бывший теперь уже, обороны Сердюков. Ленианин Васильевич Хабаров то же самое критически относился к всем тем реформам, которые губили нашу армию, и, соответственно, выступал об этом открыто, но никогда не призывал к экстремизму, а именно к какому-либо насильственному свержению власти и либо другим насильственным действиям. Сергей, я напомню, что во время обыска в квартире Хабарова были найдены какие-то патроны. Что, действительно там было что-то найдено такое? Леонид Васильевич, как человек военный, именно военная косточка, который все свои знания и умения, приобретенные в период учебы в Рязанском десантном училище, в Академии Фрунзи, во время службы в Афганистане и в целом в воздушно-десантных войсках, накопил огромный опыт, который он передавал молодежи, будущим офицерам. При этом он всегда имел в коллекции, и открыто это на протяжении десятков лет демонстрировал гостям на всевозможных презентациях, атрибуты, которые относятся к военной тематике. У него были в одиночных экземплярах какие-то старые патроны к различным системам оружия, которые никак нельзя назвать боеприпасами, собранными воедино для какого-то использования из какого-то конкретного оружия в каких-то, ну скажем, в антигосударственных целях. И, соответственно, тем не менее, следствие установило в своем, уже потом в обвинительном заключении, что все это относится к тому самому планированному вооруженному перевороту. И так можно и игрушечный танк сюда же присовокупить и сказать, что вот, пожалуйста, танк. Ну, как раз о абсурдности обвинения мой рассказ еще будет впереди, поскольку кроме боеприпасов каких-то вот этих, каких-то радиостанций, какой-то атрибутики, Хабарову еще вменили 228-ю статью прим Уголовного кодекса. А это не та 228-я легкая, когда человек приобретает наркотики для себя, а когда он их приобретает, хранит, перевозит и использует в целях сбыта. Так вот, во время обыска у него нашли аптечку, такой красный квадратик пластмассовый, который выдается во время боевых действий всем солдатам-офицерам. В том числе это было и в Афганистане. И в нем обезболивающиеся. Да, там лежит тюбик промедола, кроме всего прочего. И когда Леонид Васильевич после второго тяжелейшего ранения в Афганистане улетал на санитарном самолете в Советский Союз, лечащий врач-хирург дал ему с собой на всякий случай, потому что перелет долгий, потом перевозка, вот эту аптечку войсковую. Это было примерно 25 лет назад. То есть это просто как память хранилось? Он хранил это как память, а в части того, что там находится промедол, по естественным физическим и химическим законам за 25 лет этот промедол просто-напросто разложился на безобидные составляющие. И уже был просто таким внешним атрибутом состава комплекта этой аптечки. Но тем не менее, в этом деле вот этот просроченный промедол, опять же, по 228 прим, угрожает до 20 лет лишения свободы. Сергей, а есть ли какие-то свидетели у обвинения, у обвинительной стороны? Значит, со свидетелями интересное дело. Сначала дело было возбуждено против большего количества людей, однако некоторые из них пошли на сделку с правосудием и получили условные, хотя и большие сроки. Теперь вот этот первый приговор следствие и обвинение пытаются, очевидно, использовать во втором судебном деле, где остался главным фигурантом Леонид Васильевич Хабаров. Раньше в этом деле главным был некий Егоров, которого экспертиза признала душевно больным. И теперь он не привлечен к уголовной ответственности, но его первичные показания как раз и используются обвинением в суде против Леонида Васильевича. Ни один из свидетелей, пришедших в суд за этот долгий период до сегодняшнего дня, напрямую ничего не сказал о том, что может в здравом уме у любого человека, а особенно у любого юриста, быть оценено как надлежащее относимое и допустимое доказательство. О чем я говорю? Что свидетель начинает путаться, говорит, не так это было, не так записали, да я это подписывал, да вот я заключал сделку с правосудием, мне обещали, а теперь если это не подтверждается, то давайте снимайте с меня и тот условный приговор. Эти же и другие свидетели говорят только опосредованно со слов вот этого признанного душевно больным человека, Ермакова. Но ни один свидетель по процессуальному закону не может быть надлежащим свидетелем, если он не был очевидцем событий, а говорит это со слов других. Сергей, еще один такой вопрос. Скажите, каковы перспективы дела полковника Хабарова? Посадят или все-таки общество может сделать что-то для того, чтобы его освободили? Вы задаете такой щекотливый вопрос. С одной стороны, запрещено по Конституции и по всем законам вмешательство в правосудие, но нам не запрещено той же Конституции высказывать свои мнения о деле Хабарова. И я скажу так. Наш обвинительный уклон, который существует в правосудии, это ржавая коррупция, которая порождает всю коррупцию в стране. О чем я говорю? Что любой следователь и прокурор, которые вот такие заказные дела следователь формирует, а прокурор подписывает, одобряет и направляет в суд, будут знать, и они знают сейчас при наличии обвинительного уклона, о том, что суды пойдут у этого на поводу. Если это происходит в каком-то мелком масштабе, и если дело ведет честный судья, то обычно они выносят условные приговоры, но никогда оправдательные, почти никогда. Кроме того, те статьи, особо тяжкие, которые вменены Леониду Васильевичу Хабарову и другим подсудимым, они несколько лет назад уведены из-под юрисдикции присяжных заседателей. Я оценивал ситуацию, если бы они были под юрисдикцией присяжных сейчас, как с очень большой долей вероятности, что абсурдное обвинение будет присяжными оценено как несостоятельное и будет вынесен вердикт невиновен. Но сейчас трое профессиональных судей. Здесь мы можем надеяться только на то, что они честны и на них не оказывается никакого давления и никакого управления в их волеизъявлении при постановлении будущего приговора. Хотелось бы надеяться, но страшно. Страшно от того, что до сих пор существует обвинительный уклон. Я хотел бы сказать нашему верховному главнокомандующему и президенту, что для освобождения Хабарова в условиях обвинительного уклона, наверное, требуется такое мероприятие, как разговор с председателем Верховного суда. Это же не давление на Екатеринбургский Свердловский областной суд. Это разговор с председателем Верховного суда, поскольку все судьи, с которым бы я не говорил от низового звена до Верховного суда, в один голос говорят, да, мы знаем, что обвинительный уклон существует, мы ничего с этим поделать не можем. И пока не будет указаний сверху, так и будет продолжаться. А белыми воронами мы быть не хотим. Спасибо вам большое, Сергей. Итак, дело о полковниках Хабарова еще не завершено. Суд продолжается. И остается лишь надеяться на то, что если в стране нет правосудия, то, может быть, у судей осталась совесть. Смотрите «Политвестник». Спасибо. 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 Спасибо.